Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше работать с Фердинандом от фирмы Звезда. И как видите, сделал уже сколы, но делал их небольшие, чтобы сильно не перестараться. И я хочу, чтобы Фердинанд был более свеженький. Поэтому аккуратно делал сколы. Вот так получилось. Спонжиком и тоненькой-тоненькой кисточкой. И после этого залакировал глянцевым лаком. И теперь будем делать смывку. Друзья, небольшая вставочка в видео. Хочу порекомендовать хороший канал, хорошего человека. Канал называется Шип Билдер. Здесь вы можете увидеть мини-верфь. Мини-верфь на столе моделиста, на которой создаются замечательные, красивые корабли. Если вы заинтересованы, если вам нравятся корабли, парусные корабли, и вы не знаете, как их сделать, но очень хотите, заходите на данный канал. Там будет вам очень интересно. Также высветлил более светлым тоном краски выпирающие части, лючки, головки болтов, петли, чтобы был более лучший контраст на модели. Сделал фильтр. Фильтр делал масляными красками. Использовал желтый цвет, немножко коричневого и немножко белого. Вот такая вот получилась фильтрованная модель. Смывку буду делать из этого набора. Использовать набор для немецкой техники африканского корпуса. Я думаю, коричневый цвет вполне подойдет и на данной модели. Для этого возьмем тоненькую кисточку и начнем наносить смывку на модель. Вот такая вот смывка. Хорошо ее перетрясли. Для этого закидываю туда по 2-3 шарика и буду использовать вот такую вот тоненькую кисточку 2-0. И желательно, после того, как вы хорошо перетрясете смывки, их налить в какую-то емкость, чтобы вам было ими легче работать и постоянно их не перемешивать. Я для этого использую крышечки. Начинаем смывку наносить во все щели. чтобы был более четкий, хороший контраст. Если вы где-то вдруг переусердствуете, наносите вы это на глянцевый лак, после того, как смывка высохнет, излишки легко удаляются ватной палочкой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сделал смывку, убрал излишки, перевел декали, и теперь можно нанести масляные точки. Но масляные точки наносить масляные точки наносить после того, как задуете модель полуматовым лаком. Масляные точки буду делать с масляных красок Sonet. Наносить буду их не очень много. И для этого буду использовать четыре цвета. Желтый, белый, зеленый и коричневый. Процесс не сложный. Главное не переборщить с нанесением точек на модель. Если вы не хотите, чтобы она была сильно убитой. Хаотично расставляете точки и потом при помощи white-спирта их растираете. В этом видео вы увидите фотографии модели до нанесения масляных точек и после. Так как многие подписчики иногда спрашивают все-таки какой эффект получается. Потому что на видео не сильно заметно. на фотографиях я надеюсь будет хорошо видно. До нанесения масляных точек и фотографии после нанесения масляных точек. Как видите нанес масляных точек не сильно много. Теперь при помощи white-спирта и широкой кисти будем их аккуратно растирать. Полусухой кистью сверху круговыми движениями а по бокам сверху вниз аккуратно растушевываем масляные точки. Главное чтобы ничего не пропустить. Равномерно на поверхности они были растерты. Масляные точки придадут модели более матовый вид. как бы эффект старения. Обязательно полусухой кистью делайте. Если сильно намоченной кистью начнете растушевывать вы просто смой эти точки их не будет видно на модели. «Музыка» Растушевал масляные точки. Пока модель ещё влажноватая, особо их, может быть, и не видно на видео. Теперь хорошо пусть просохнет вайспирит на модели. И в следующей части залакирую модель матовым лаком фирмы Томея и буду наносить пигменты. А на этом буду заканчивать данную серию. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»